Сегодня такая сложная тема по прототипам, ну и по прототипному наследованию. То есть мы на прошлой лекции разобрали функциональное наследование, когда мы внутри одной функции вызывали другую, типа как внутри одного конструктора вызывали другой через там call или apply, таким образом модифицировали существующий вот этот объект, контекст, и дописывали в него какие-то свойства из другого конструктора, свойства и методы. Но в таком случае они все находятся в текущем объекте. И, ну, грубо говоря, они не наследуются, они просто копируются. А есть способ именно вот такого более трушного наследования, когда мы можем указать у одного объекта другой объект как родитель, и он будет в него ходить, ну, если у него нет каких-то своих свойств, он ходит в него и, ну, берет их оттуда, свойства, методы и так далее. Это работает по такому же принципу, ну, по-похожему, вот как у нас там идет поиск переменных, ну, когда они вот в каком-то одном скоупе, там нет переменной, интерпретатор ищет ее где-то выше, ну, в скоупе там более какой-то глобальной функции, вот так вот по дереву как бы вверх поднимается. Здесь происходит, ну, примерно то же самое. Сейчас, ну, собственно, сегодня про это и поговорим. Да, то есть, как это вообще работает? У объектов, у них есть вот такое вот специфическое свойство, супер защищенное, прото. Оно хранит ссылку на объект, который, ну, является родителем текущего объекта. Ну, это называется прототипом. То есть, один объект является прототипом другого. То есть, он как бы создан по подобию вот того другого объекта. И, соответственно, он наследует его какие-то свойства. Как это выглядит в коде? Мы можем создать вот, ну, обычный объект. Ну, вот lightBlock. Ну, по примеру, как с прошлой лекции, когда мы эти lightBlock наследовали. То есть, просто объект lightBlock, у него есть свойство color, ну, и значение там red. Потом мы создаем еще один блок, который хотим уже наследовать. Тоже простой объект, просто со свойством, ну, либо без свойства, неважно. Ну, у него вот это свое свойство. И потом ему дописываем, вот еще создаем дополнительное вот такое свойство, и записываем туда, ну, вот этот объект, как бы, родительский. То есть, и таким образом у нас получается, что вот этот blinking lightBlock прототипно наследует lightBlock. В чем это выражается? Если мы теперь выведем сам blinking lightBlock, мы увидим, что у него есть эти оба свойства. Ну, и color, и blinking. Хотя я ему не определял свойства color, я просто, типа, как прототипно пронаследовал вот этот объект. И если мы к ним обращаемся, ну, к любому свойству, то есть к его собственному свойству, и к тому, которое он прототипно отнаследовал, мы можем получить эти значения. То есть, в данном случае, color, он считывает из lightBlock. То есть, у нас есть некий object1, там, например, у него есть, там, name. И есть object2, у него есть, там, age. Вот так. И теперь мы можем написать вот так, object2.proto и записать сюда object1. Ну, изначально тут вот он, это свойство уже есть. Я вам сказал, что мы его создаем. На самом деле, оно уже есть у всех объектов. И здесь у нас хранится вот этот object. Сейчас, вот. Но мы можем его перезаписать и записать сюда object1. Теперь у нас есть object2, в котором есть age. И если мы тут посмотрим в proto, мы увидим вот этот вот объект, который я записал, то есть, object1. И здесь у него свойство вася. То есть, видите, у объекта 2, у него нет вот этого name, ну, нет этого свойства напрямую. Оно есть у его прототипа. То есть, через вот это свойство proto мы можем уже получить. То есть, это аналогично тому, как я бы создал вот там, ну, взял бы этого object2, создал ему там некое свойство, ну, неважно, и туда положил вот объект 1. И теперь object2 у меня имеет как вот это свойство age, так и вот какую-то ссылку на неродительский объект, в котором есть это свойство, ну, там, второе свойство name. Вот это то же самое, по сути, прото. Единственная разница в том, точнее, вот это прото, что, видите, они как бы оба ссылаются на один и тот же объект. То есть, это свойство и это свойство. Но вот это вот свойство proto с подчеркиваниями, оно типа служебное, и интерпретаторы понимают, что если какого-то свойства нет у этого объекта, то надо пойти и поискать его в прототипе. То есть, вот сюда в custom probe он не пойдет искать name, а вот сюда в proto он пойдет искать name. То есть, если я напишу object2.name, то я увижу Васю. Хотя у object2 нету свойства name, оно в прототипе. То есть, оно изначально ищется, в текущем объекте. Если не находится, ищется в прототипе. Если там не находится, ищется в его прототипе. Ну, то есть, их может быть вот так вот несколько, ну, в такой цепочке. И они будут вот так вот, ну, по очереди друг у друга там искать нужное свойство, которое Вы запросили. При этом, если Вы... А, ладно, давайте пока эти еще примеры поразбираем. Можно вот так вот писать. То есть, там я отдельно писал, да, вот создал объект, а потом взял его свойство прото, задал какое-то новое значение. А можно сразу вот создать объект и сразу ему указать вот прото и указать значение какое-то этому свойству. Ну, так же, как мы с обычными объектами делаем. То есть, мы задаем им свойства, задаем значение. Ну, в виде анонимного объекта, например. Ну, аналогичная ситуация. То есть, был объект 1 со свойством 1, значение 1. И был... Создали объект 2, который отнаследовал этот объект 1. И потом вот обратились к свойству 2 у него. Это его собственное свойство. И потом обратились к свойству 1, тоже у объекта 2. И таким образом попали вот в прототипы и получили оттуда значение. Так, тут мы создали объект 3. И обратите внимание, мы отнаследовали опять же объект 1. и задали свойства с таким же названием. Видите? И тут проб 1, и тут проб 1. Таким образом, мы его перекрыли, и теперь мы получаем его собственное свойство. Видите? Мы его не затерли, мы его как бы спрятали. То есть, оно там осталось в прототипе, но интерпретатор, он, ну, как бы ищет ближайшее. Это аналогично тому, как вы в одной функции, ну, внутри функции, создаете переменную с таким же именем, как и где-то снаружи этой функции. Таким образом, вы из этой функции не видите вот ту глобальную переменную, вы типа видите вот эту вот локальную переменную. Она типа как в приоритетнее просто. А можно от него обратиться через прототип? В принципе, да. Ну, мы там чуть позже поговорим, как более там правильно это делать, на примере классов уже. Но, в принципе, да, вы можете через прото пойти и обратиться к нужному свойству. И смотрите, что дальше. Дальше я беру и удаляю это свойство. То есть, я у объекта 3 удаляю проб 1, вот этот с value 3, и повторно обращаюсь к нему. И теперь оно уже в value 1, потому что оно вычитывается теперь уже из прототипа. То есть, здесь локально я его удалил, его нет. Поэтому интерпретатор идет и ищет его уже у прототипа. Ну, аналогично той же ситуации, когда этого свойства бы не было вообще в текущем объекте, оно бы искалось в прототипе. И здесь я его повторно опять же задаю. То есть, я его удалил, а потом опять его задал. То есть, я пишу object3.prop1 равно какое-нибудь по значению, и таким образом оно опять появляется. То есть, вот я его опять запросил и получил текущее значение. Но, как вы видите, в базовом объекте оно не поменялось. То есть, мы не перетираем базовый объект никак. Если мы пытаемся задать свойства, которого нет у объекта, но есть у прототипа, то мы не значение в прототип пишем, а мы создаем в текущем объекте это свойство. На доске. Что-что? Разрисовать это. Окей, попробую. Так, ну у нас есть там прототип, объект. Какой-то там объект. У него есть какое-то свойство, например, с каким-то значением. И есть второй объект, object2, который прототипно наследует первый. Вот он. Равно object. Ну давайте я его один назову. Один. И, да, object1. И теперь я... Ну, этот объект у меня пустой. Давайте я вот тут напишу object2 равно пустому объекту. Нет свойств в нем. И если я обращаюсь к object2, ну, к какому-то свойству, например, ааа, так как у него нет этого свойства, то интерпретатор будет искать его, ну, прототипа, то есть пойдет сюда в object1 и посмотрит, есть ли там это свойство. Ну, если оно есть, он вернет оттуда значение. Но если я пишу вот так, вот object1.aa равно 2, 2, то есть задаю какое-то значение, то интерпретатор создает вот это свойство у вот этого объекта, ну, на котором мы, собственно, задавали это значение. Он не идет в прототип, не затирает там это значение. То есть оно остается и там, и там. Таким образом, ну, в смысле, здесь оно создалось, а в прототипе оно осталось то же, что и было. То есть здесь останется 1.1 в прототипе, в нашем, ну, в дочернем объекте создастся свойство с таким же именем. Ну, и теперь, если мы идем и запрашиваем object2, то мы получаем вот это значение. Если мы его теперь удалим, то он опять будет ходить в прототип. Но если мы с этим значение, то оно сетится у текущего объекта. Ну, аналогично тому примеру, что я вам рассказывал со сменой, фамилией, там, типа, после замужества, там, и так далее. То есть тут то же самое. То есть вы там выходите замуж, у вас не меняется фамилия. Точнее, у вас меняется фамилия, если вы женщина. А у ваших родителей не меняется. Ну, тут по типу того же. А прототип, это получается, как муфер, да, отдельно? Ну, получается некая такая структура. То есть это прототип, а это дочерний объект. И, ну, у него какие-то там свои свойства, у этого там свои свойства. Если вы обращаетесь к какому-то свойству, которого нет, то он идет и ищет его у родителя. Если у него задано свое свойство, то, ну, берется оно. Если вы удаляете его свойства, то он опять будет идти к родителям искать его. То есть мы не можем изменять родители на свойства? Можем, но через прототип. Если мы пойдем через прото и, ну, поменяем его там, тогда можно. А так, ну, как бы нет. Оно меняется по у текущего объекта. Своего рода тогда прототип расширяет возможности дочернего. Да. Ну, или наоборот. Ну, то есть у этого есть какие-то свойства. Мы создали новый объект и расширили вот эти вот свойства, добавили какие-то новые. Или бы переопределили какие-то существующие. Как-то так. То есть, скорее, дочерний объект расширяет свойства родителя. С родителем дочерних свойств не сможем пробраться, правильно? Только есть. Ну, родители ничего не знают про дочерних. Ну, их может быть много. Я понял. То есть, как бы, мы можем только к родителю обращаться, а к родителям обратной связи нет, да? Ну, по дефолту нет. Мы можем, конечно, создать какое-то свойство. Там у родителя, что типа это chill и там связать. Да, вот вручную можно, но изначально, как бы, этого нет. То есть, есть только прототип, то есть, только ссылка на родителя. То есть, у меня есть Object 1, вот такой. И есть Object 2, вот такой. Давайте только удалю Custom Pro. Вот так. Так, еще раз. Object 1, Object 2. Object 2 прототипом является кто? Ну, Object 1, вот Вася. Если я пойду в Object 2 и задам сюда name, то да, просто создастся новое свойство, при этом в прототипе мы можем увидеть, что остался Вася, да? Но если мы напишем вот так, Proto Name Masha, то теперь, ну, мы поменяли его в прототипе. А Object 2 уже менялся? А почему тогда не поменялся? А, почему тогда не поменялся? А, меняется родитель. Почему тогда не поменялся там, где 5, 5, 5, это у нас Object 2, да? Ну, потому что он, как бы, нас... Да, это, типа, личное свойство этого объекта. Если мы теперь, ну, вот, Object 2, то личное свойство не меняется, да? Да, да, да. Но это же, как бы, просто... Вот это Proto, это просто ссылка на родителя. Это просто как ссылка на объект какой-то. То, что интерпретатор... Ну, дополнительный интерпретатор его использует, чтобы искать свойства, когда вы к ним обращаетесь на каком-то объекте, и он их не находит. То есть, если он этого объекта не нашел, он пойдет искать в прототип. Ну, и, соответственно, если я возьму сейчас и удалю Петю, вот, Delete Object 2 Name, то теперь Object 2 у меня... Что? Object 2 Name. Маша. Да, Маша, потому что, ну, в прототипе Маша. А Object 2 у него нету своего свойства Name. Поэтому он идет в прототип. А если удалить вот это в прото обжд 1, там не удалится, в родительском? Можно удалить в родительском. Вот типа вот так. И удалить. Прото. Вот так, да? Ну, да, да. Это, соответственно, ну, так же, как и со всеми объектами. То есть, это просто вот ссылка на другой объект. Единственное, что вот интерпретатор будет искать вот... Ну, он это свойство использует для поиска вот в иерархии объектов. То есть, теперь у нас Object 2 Name Undefined. Ну, потому что ни у Object 1, ни у Object 2 его нет. Вот видите, это уже вообще пустой объект. А у него, в свою очередь, есть еще прототип. И здесь, видите, дофига всего. Это наш вот этот вот Object. Ну, только Console.Blog. Console.Div. Object. Ну вот, со всеми этими свойствами мы можем... Некоторые удаляются, некоторые нет. Ну, зависит от браузера тоже. Ну, вообще... Ну, типа, ты можешь поломать остальное. Все. Ну, то есть, это как я брал вам в Array и удалял. Join. Есть Array. Есть Array. То есть, я создам, например, вот Array, да? Там Bar, R. Вот так. 1, 2, 3. У Array, видите, у него... Вот. Вот это все его... Ну, давайте только... Console.Div.Array. Array. У него три свойства... Ну, четыре свойства. 0.1.2 и Lens. Ну, Lens серенький, потому что он, типа, не Enumorable, да? То, что мы разбирали, как свойства объявляются. Enumorable, не Enumorable. Lens не Enumorable, но он принадлежит Array. Ну, текущему... Ну, вот этому объекту, который я создал. Но у него есть Proto. А у Proto есть вот Concut, там, Filter, Find, ForEach, там, Map и так далее. Вот эти все функции. Они вот прототип... Ну, лежат в прототипе. Видите? Proto. То есть, они доступны тоже. То есть, я их могу писать, там, Ar... ForEach, да? Вот функция. Но она берется вот отсюда, из прототипа. То есть, у самого... Ну, у самого вот этого объекта Array, у него нет этой функции. Но она есть в прототипе. Так же, как и ToString, помните... Ну, ToString на Array делает вот так. ToString на объекте делает вот так. Если я возьму Array, если я возьму ArrayToString... Ну, а, да, но он без контекста... Я возьму и удалю его. Delete. Вот так. То теперь у меня ArrayToString возвращает, видите, Object Array вместо вот 1, 2, 3. То есть, я удалил реализацию ToString у Array, и теперь он не нашел ее у Array, потому что, ну, у него и не было реализации ToString. Он пошел в Array, не нашел его там, ну, не нашел реализацию там, пошел еще выше в объект. А у объекта есть реализация ToString, но она осталась. Поэтому он, ну, использовал ее. То есть, с функциями, ну, методами, то же самое происходит, что и со свойствами. Они вот будут прототипно... Ну, интерпретарь будет их искать у прототипов. Если мы теперь пойдем и... Ну, там, proto... Можем вот так написать. Proto, proto. И это как раз вот объект. И взять у него еще удалить ToString. Вот. Так. Delete. То теперь, теоретически, я удалил его и его объекта. И, видите, у меня ошибка теперь падает, потому что... Ну, такой функции вообще нет. Ну, ни у текущего объекта, ни у его прототипов. Ну, и, соответственно, если ты как бы удалишь у объекта, то все, кто, ну, создают объекты даже, ну, вот так вот, там, var, watch. А потом будут вызывать ToString. И, видишь, его уже нет. Ну, то есть, будут получать ошибки. Причем, они будут получать ошибки даже на уже созданных. То есть, например, уже были созданы какие-то объекты, а потом ты, типа, взял и удалил. А они же пойдут все равно туда, а там уже нет функции. Поэтому они начнут валиться. Вот. Ну, поэтому, как бы, нежелательно их как-то модифицировать. Так, примеры, примеры. Да, вот я там удалил, получил опять из прототипа. Да, и вот, собственно, разница, как вообще можно понять, ну, где, чье свойство. Есть вот такая функция HasOnProperty. Она как раз позволяет вам понять, является ли свойство, ну, принадлежит ли оно текущему объекту, либо оно, ну, принадлежит его прототипу. То есть, если мы вернемся сюда, например, создадим, ну, давайте, я не знаю, array создадим, array, и вызовем array hasOnProperty toString, то у него его нет, потому что оно в прототипе. Ну, то есть, смотрите. А, ну, ладно, давайте так покажу. Ну, то есть, я вам уже показывал, что там forEach и так далее, они все в прототипе находятся. Вот я получаю false. Но если я запрошу hasOnProperty.Lens, вот так, то я получу true, потому что, ну, у array есть свойство Lens. Вот. То есть, оно его собственное, а forEach, toString и так далее, они все его прототипы выше. То есть, вот таким образом можно проверить, там, собственные свойства и не собственные. Можно также сделать это через object. object hasOnProperty, передать объект и название свойства. вот так, по-моему. Нет. funLengue. hasOnProperty. А, он видно. Ладно, это надо будет лендить потом. Ну, короче, можно просто на любом объекте вот так вызвать и передать свойства. А forIn, по-моему, выведет вам forIn он выводит, ну, собственные свойства, причем только те, которые перечислимы. То есть, видите, он Lens не вывел, ну, хотя Lens есть у Array, и это его собственное свойство. Но оно не перечислимо, поэтому в forIn оно не попадает. А еще вот этот вариант просто с... Когда мы пишем, например, Lens in mar то есть, это уже, ну, другое, да? То есть, тут мы видим, мы как бы запрашиваем, есть ли такое свойство у Array, и он тогда возвращает именно... Ну, он не обращает внимания на перечислимое, на неперечислимое. Он как бы возвращает из прототипа. Ну, у текущего объекта и у его прототипов. То есть, это как раз разница с hasOnProperty. То есть, hasOnProperty конкретно у текущего объекта проверяют, а вот эти forIn проверяют только перечислимые, а in просто. Когда вы пишете имя свойства и в каком оно объекте forIn свойства in object, то он проверяет вообще, есть ли оно у текущего объекта, плюс есть ли оно в прототипах. То есть, у нас у Array нету forIn, но у его прототипа есть. Поэтому, типа, мы получаем true. Соответственно, можем даже проверить на вот это hasOnProperty. Ну, и тоже получить true. Хотя у Array, а скорее всего, нету hasOnProperty своего. он берет его из объекта. То есть, у нас такая иерархия, получается, наш объект Arr наследуется от Array, вот этого, а он, в свою очередь, наследуется от object. Ну, вот как-то так. Да, это по поводу hasOnProperty, forIn, просто in. Да, есть такая штука еще, object.create. Эта функция позволяет создавать объекты с заданным прототипом. То есть, в скобках, ну, я тут null передал, на самом деле, можно передать любой объект в качестве прототипа. То есть, если мы сделаем вот так, object.create.null. ну, var.obj1, вот так, например. И создадим еще такой же объект 2, просто пустой, да, то в чем будет разница? У объекта 2, я вижу, что свойств собственных нет, но у него есть прототип, object, в котором, ну, дофига всего. А у object 1 тоже нет свойств, но и нет прототипа. Видите, у него даже нет свойства proto. Ну, типа, я ему задал прототипом null. То есть, у него нет свойств. Соответственно, если вы вызываете object 2, там, toString, получаете такое, вызывая то же самое на object 1, вы получаете ошибку, потому что у него нет этой функции, ну, и у его прототипа нет. Ну, потому что у него прототипа вообще нет. Так, что еще? Ну, поэтому нужно все. Ну, вот, создать такой чистый объект полностью. Ну, может быть, если... Если хочешь... Можно просто, чтобы, как бы, ну, задать какой-то свой... Обычно, ну, с create null я не знаю, честно, такой кейса вам сейчас не придумаю, но можно, например, просто эту же функцию использовать для создания, ну, какого-нибудь объекта, ну, и задать ему какой-то прототип, например, object 2 или 1 или 1 вот так. И теперь у нас object 3 пустой, прототипом у него является вот этот пустой наш объект. Ну, а тут мы можем какие-то свойства напихать там свои. Ну, типа, чтобы он не наследовал вот те все стандартные функции, а чисто... Ну, только те, которые нам нужны. Как-то так. Ну, обычно, я не знаю, обычно никто не заморачивается, создают просто объекты. Ну, и когда вы создаете вот объект вот так вот, ну, фигурные скобочки, да, то, ну, по умолчанию наследуется вот этот object, вот этот. Объект. Да. Поэтому у него есть прототип, ну, у него всегда есть прототип. Так. Какая-то прототип офф. Ну, это, типа, новые возможности. Можно вот запрашивать текущий прототип у объекта, задавать какой-то, ну, другой прототип. Ну, это, опять же, можно через вот это прото с подчеркиванием задать, а можно через set прототип офф. Object create. Ну, да, это же я вам уже сказал. То есть, передать объект в качестве прототипа, передать дескрипторы. Ну, если вы какие-то свойства хотите подобавлять еще сразу же. Вот. Да, ну, это еще раз. То есть, когда мы читаем свойства у объекта и его нет, то оно будет искаться в прототипе. Если его нет, там оно ищется у прототипа, прототипа, там и так далее, по цепочке. Если мы записываем свойства в объект, то оно пишется, ну, в текущий объект, оно не пишется в прототип. Но, опять же, тут такая оговорка, если мы работаем с какими-то массивами, и вы не пишете, ну, не пишете свойства, а просто берете и добавляете туда, вызываете какой-то метод, типа push, там, на массиве, да? Ну, например, давайте вот так сделаем. var r1 равно, там, 1, 2, 3. var r2 равно object create r1. Вот так, r2. То есть, у меня есть r2, который прототипно отнаследовал r1, да? Видите? И если я r2.push вызову, то он, ну, соответственно, у этого нету его, у этого нету, а он есть там у array, и push'ить он будет вот сюда. То есть, я сделаю push, там, 4, r2. А, не, он запушил все-таки в этот. Ладно, немного не так я хотел сделать. Сейчас. r1. Не, не так. var obj. Давайте подозрегу. var obj1 равно items. Вот так. obj2 равно, там, пустой, obj2 proto равно obj1. Вот так. obj2. Есть пустой объект, он прототипно наследует вот этот объект, у которого есть items 1, 2, 3. Теперь, если я пишу вот так, object2 items, я получаю массив из прототипа. Если я пишу object2 items равно, там, 4, 5, 6, я создаю аналогичный массив, ну, аналогичное свойство уже у текущего объекта. При этом, в прототипе оно сохраняется, ну, в прототипе у нас 1, 2, 3, в текущем у нас 4, 5, 6. А если я теперь возьму и, например, сделаю вот так вот, object2 items, так, вот он есть, delete, вот я его удалил, его нет, но он доступен из прототипа, items. То есть, если я его сейчас пишу, ну, задаю новое значение, он задается в текущем объекте. Но если я сделаю вот так, вот object2 items push, и что-то запушу туда, 4, то он запушится в прототип. Вот видите, теперь 4 стало. Потому что я работаю, ну, как бы, со ссылкой, то есть, items был найден, типа, я его не пишу здесь. а items был бы вообще в объекте, то он бы запушился в объекте. Ну, он, в принципе, и так, ну, он в объекте, прототипе, да. Если бы он был в текущем объекте, то есть, я себе его не удалил, да, он бы запушился в текущий объект. Но так как он в прототипе, я как бы не изменяю саму ссылку, то есть, я не делаю присвоение, да, я беру просто, ну, объект по ссылке, вызываю на нем метод push. А так как этот объект лежит в прототипе, то я push вызываю на нем, собственно. Поэтому я push в него что-то. Ну, и при этом у меня у текущего объекта, ну, ничего не меняется. То есть, он остался вот пустым. Так, запись, удаление, да, ну, удаляется тоже, естественно, из текущего только. И, да, прототип у одного объекта только один, но может их быть вот так вот в цепочке, в принципе, несколько. И, теперь вот, несколько тестиков на закрепление темы. Ну, мы сразу же затрем просто. Если мы напишем вот так вот, типа, object3, равно, ой, object3, прото, object1, вот я создал и задал, object3, с прототипом, с вот этим. Если я напишу теперь вот так вот, object3, прото, object2, то, соответственно, я просто поменял то свойство, и теперь, сейчас. наследует только одно свойство. Ну, можно вот так вот сделать, типа, создать, 5, и мы хотим, например, переместить, то мы можем, ну, и в прототипе, да, то, сейчас, создаем пустой, а потом можем вот так написать, object5, прото, ну, сейчас, видишь, у него прото обычный объект, да, мы можем написать прото, ну, задать там, например, пустой, ну, чтобы тот не, не изменять, стандартный, да, то есть, вот у него теперь в прото пустой объект. а теперь в нем вот так написать items, и взять эти items из object 1 items, как-то так, и теперь object 5 у нас эти items в прототипе, вот, не все, например, ну, не все, только одно свойство, одно свойство item, например, единицу перейти, ну, именно, ну, индекс 1, ну, вот так, ну, индекс 0, с значением 1, можно отразить, так, короче, как-то так, да, ну, короче, точно так же, как и с обычными объектами, 2, 2, ну, вот, вот, да, иногда делают вот так вот, кстати, ну, мы сейчас чуть позже поговорим, ну, прото вообще редко используется, там чуть-чуть по-другому лучше делать, давайте сейчас еще раз закрепим это все, и потом продолжим, есть у нас два массива, ой, массива объекта, Animal и Rabbit, и Rabbit у нас, вот, наследует прототип на Animal, и потом я обращаюсь, вот, к свойству jumps у Rabbit. Ну, да, то есть мы, как бы, пронаследовали кролика, ну, да, мы перекрыли, то есть у Animal был jumps, мы его типа перекрыли у кролика, true, то есть мы получаем true, да, дальше я беру и у кролика удаляю jumps, и опять обращаюсь к Rabbit jumps, да, мы получаем null, потому что, ну, интерпретатор не находит jumps у кролика, идет в Animal, находит у Animal, получает это значение, а потом я беру и удаляю jumps у Animal, и опять обращаюсь, да, соответственно, я получаю undefined, потому что ни у кролика, ни у Animal нету jumps. Дальше, тут у нас опять два объекта, Animal и Rabbit, и теперь у Animal есть метод it, который в this fool задает true, то есть, ну, в текущий контекст вызова, и Rabbit прототипно, опять же, наследует Animal. Мы берем, и кролику, у кролика проверяем, есть ли у него has-on-property, full. false, false, да, false, но не поэтому. Хорошо, а дальше я беру и вызываю Rabbit eat. Ну, Rabbit eat ничего не возвращает, поэтому тут как бы ничего не уводится, но вызовется вот эта вот функция. А дальше я беру и снова проверяю, есть ли у кролика full. Это всем понятно, почему есть? Мы вызвали у Rabbit функцию eat, вот эту, ну, у него не было функции eat, она вызвалась у прототипа, но с is-ом является кролик, то есть, кролик full равно true, то есть, кролику задалось свойство full равное true, и теперь у кролика есть собственное свойство full, оно не у прототипа задалось, а у кролика, потому что контекстом был кролик, понимаете? То есть, мы не animal eat вызвали, а rabbit eat, то есть, контекст rabbit пишется, ну, this-ом является rabbit, поэтому this- rabbit full равно true. Да, здесь мы получили, что у кролика теперь есть свойство, собственное свойство full. А дальше я проверяю, есть ли у кролика собственное свойство eat. Нет. Да, false, потому что, ну, оно в прототипе, оно не у кролика. Дальше я форум, форином, вот, прохожу по всем свойствам кролика. Форум, правда? Просто я бы назову, просто свойство. Нет, ну, форин, он, да, он по всем проходит, он, он оба выведет, насколько я помню. Давайте проверим, чтобы я eat, так, true, full eat, да, все правильно. То есть, он взял и у, ну, и свойства прототипа, он как бы все перечислимые, значит, берет, получается, то есть, он взял и у прототипа, и у текущего объекта. и если я делаю in, то я проверяю только у, а, не, я опять же у всех проверяю. То есть, опять же, я получаю true true, ну, типа, eat есть у Рэббита, а, не, eat есть у Animal, но in видит его, типа, в Рэббите, так как он в прототипе, и full есть у Рэббита, ну, как бы, просто, да, поэтому здесь у меня true true, да, вот, 4, 5, так, и еще, да, а теперь по поводу, есть еще вот такое вот свойство, прототайп, то есть, есть прото, есть прототайп, да, она вызывает путаница, прототайп, а, прото, да, прото у нас нет в Е10 и ниже, но, да, прототайп, прототайп есть у всех, прототайп, он позволяет вам задать некий объект, который, как это сказать, на основе которого будет, точнее, некую функцию, на основе которой будет создан объект и положен в прототип, ну, прото, то есть, вот такой пример, есть объект Animal с возрастом, да, и есть кошка, конструктор, которым можно задать имя, оно пишется, собственно, свойство нового объекта, а в прототип пишется Animal, здесь мы создаем вот новую кошку, задаем ей имя, выводим age name, получаем, соответственно, age из прототипа, name из, ну, собственного объекта, из собственного свойства объекта, а здесь мы делаем, ну, нечто похожее, только вот чуть-чуть по-другому, мы создали конструктор, вот, собака, у него то же самое, что у кошки, просто задается имя, ну, видите, я тут закомментировал создание прототипа, а здесь я задал вот так вот, через, не через прото, а через прототайп задал Animal, вот, вот этот же Animal, как здесь у кошки я задавал через прото, здесь у собаки я задал вот так вот его, снаружи, как бы, всему, всей функции, то есть не в ZYS вписал, а в Dog, то есть всей функции, и теперь, когда я создаю вот новых собак, то я получаю то же самое поведение, то есть, что здесь происходит, интерпретатор, когда мы создаем новый объект по вот этому конструктору, он вызывает, ну, вот это вот, этот объект, который мы записали в прототайп, он его оттуда достает и записывает в прото для всех, ну, объектов, которые мы будем создавать на основе конструктора Dog, то есть мы получаем то же самое поведение, в принципе, ну, как и здесь, но вот это вот свойство прототайп, оно используется только в момент создания нового объекта, то есть если его поменяете потом, оно никак не отразится на тех объектах, которые вы уже создали, то есть, это как просто, вот вы говорите, бери вот это как прототип, интерпретатору, и когда вы создаете новый объект, он идет в свойство прототайп, смотрит, там есть объект, да, беру его как прототип, создал вам новый, потом создаете еще один объект, он опять идет, это берет как прототип, а здесь мы как бы сразу, ну, и переписывает в прото, а здесь мы как бы сразу задаем его в прото, да, ну, тут, собственно, то, что я рассказал, то есть, она используется при вызове функции, да, ну, значение только объект, иначе оно не будет переписываться, и есть еще у нас такое свойство конструктор, которое, ну, типа, по дефолту есть у всех функций, ну, выглядит это примерно так, то есть, когда вы создаете функцию, ну, любую функцию, у нее в прототипе, ну, в прототипе функции, функции, это у нас, типа, как тоже те же объекты, то есть, у нее тоже есть свойства, там, прото, прототайп, и ей в прототайп пишется вот такая штука, то есть, объект с, со свойством конструктор, и со ссылкой на, ну, как бы на саму себя, поэтому, когда вы создаете, ну, новый объект, используя эту функцию, как конструктор, то у нее уже вот задан вот такой вот прототип, то есть, ну, как бы сама на себя она будет ссылаться, если вы не зададите какой-то свой, так, да, зачем это может быть нужно, если вы в какой-то своей функции получаете, вы получаете, давайте, я эту же создам, animal, там, passage, вот так, здесь мы видим, здесь мы видим, что у нее есть, ну, прототипом нашего объекта является вот эта функция animal, я могу потом вот, например, создать там animal, и взять потом конструктор, и на основе него создать, ну, еще одного, вот так, и, пара, два, еще один объект, на основе того же конструктора, на основе которого был создан первый, то есть, вы это можете в свою, ну, внутри какой-то функции, типа, ну, кинуть туда какой-то объект, и сказать, создай мне такой же, ну, типа, как того же класса, такой же объект, короче, и через вот это свойство конструктора, вы можете, ну, найти тот изначальный конструктор этого объекта, и создать такой же, ну, по его подобию, типа такого, ну можно использовать например если вы хотите скопировать какой-то объект да ну просто вы можете не знать это на этапе выполнения то есть или функция она может создавать копии любых там ну и животных там и кошек и собак там но она не знает заранее кого и надо будет копировать поэтому если вы кошку кидаете она типа проверяет конструктор к этому значит создаю кошку из собаку собак такого плана так это поводу конструкторов до конструктор легко перезатираются то есть если вы перезаписываете прототайп то вы ну таким образом перезаписывайте конструктор поэтому ну вы можете его затереть как этого избежать то есть ну вот например к этому не да там был функция к а если я задам для к это прототайпом что я задам ценам animal то если я создам новую кошку то как бы все я потерял конструктор и если теперь вот так сделаю то я функцию получил вместо того чтобы кошку получить но опять один у меня по идее все еще до ссылается на кошку я могу создавать новых кошек чтобы этого избежать мы можем просто взять вот так вот сделать вот наша функция писать не вот так вот не вот так а написать вот так прототайп ну окей задать прототипом animal да или вообще ничего не писать или написать вот так прототайп конструктор и задать потом ну типа так то есть я типа и животное пронаследовал и еще и дописал туда ну тот конструктор который там был теперь если я создам новую кошку 3 3 инструктор ну вот кошка у меня сохранилась но при этом у меня есть что-то мой немало а речь был до 3 3 джанет считая может напутал это 3 прото и немал что-то я короче напутал и не там и там я напутал короче надо было немного не так это все делать и немал и немал объект а мне надо было объект записывать мне надо было типа него и немал написать короче чтобы туда записался не сама функция записалась объект уже с какими-то свойствами да и еще такая проверочка то есть мы создали функцию кед пустую и прототипом указали вот такой объект на имбасе и создали новый объект этого класса класса кат и считали нейм то есть соответственно да мы получаем нейм то есть мы не задавали про то напрямую но мы задали прототайп и теперь когда мы создаем новых кошек у нас вот этот объект задается как про то всем новым объектом то есть таким образом нейм мы тут получаем вас дальше мы создаем опять новую кошку а потом берем и к этот прототайп затираем и туда пустой объект кидаем так как прототайп используется только на этапе создания объекта а мы его уже создали то есть мы ничего не нарушили как у нас к 2 опять же вася но вот здесь вот когда мы создаем к 3 у нас уже прототайп пустой объект то есть новые кошки они наследуют вот этот объекте то есть он у них теперь прототип так как он пустой то при чтении нейма 3 кошки мы уже получаем on the find ну потому что это пустой объект у него нет свойства ней дальше мы создаем четвертую кошку но ей мы идем и пишем вот так вот этот прототайп точка name равно джинджер то есть задаем имя опять же в прототайп ну так как мы создали кошку до того как поменяли то у нее все еще он find здесь мы создаем пятую кошку что да да у нее уже name джинджер который берется из прототипа здесь мы удаляем у этой кошки name не знаю зачем мы это сделали да у него у нее просто не было этого имени поэтому мы не не смогли удалить да то есть тут там и задали его в прототип создали кошку у которой есть прототипе name здесь мы написали delete cat5 name мы попытались удалить текущей кошкины но у нее своего имени нет у нее есть только в прототипе это имя поэтому мы не смогли вот здесь сюда пить поэтому она все еще джинджер здесь мы создали шестую кошку и удалили из прототипа name да давайте все это проверим еще раз чтобы было ок так шестой у нас undefined да да мы типа но пошли в тот объект и у него удалили типа до типа прототайп у нас ссылается на тот же объект на который ссылается в рота шестой кошки то есть прототайпный прототайп name cat prototype ссылается туда же куда и cat6 . прото с подчеркиванием так как мы в том объекте удаляю то ну это тоже самое свойство которое ну тот же сам объект который был уже типа как родительским у новой нашей кошки так ну и что у нас много слайдов осталось пару минут еще есть ну да откуда методы у пустых объектов когда минут просто пустой объект создаем это то что вам говорил про object create то есть когда мы пишем вот так вот один у него уже есть прото методы да весь он наследует по дефолту пустой объект то же самое что мы пишем вот так не объект вот так вот вот это аналогичная запись то есть просто пустые скобочки либо вот так не объект это просто сокращение а ну соответственно когда мы делаем object create нал то ну собственно у этого объекта уже не будет никаких прототипов то есть у этого объекта прототипом является object так как эта функция да записывается если мы так создаем то их нет и ну да такая небольшая схема как это все выглядит вот когда мы создаем array у него прототипом является array ну функция у нее вот эти все методы там map for each там reduce и так далее в свою очередь у array прототипом есть объект ну вот этот object с большой буквы у него прототипа уже нет ну на и вот если мы функцию создаем у нее тоже есть свой прототип function с большой буквы там вот эти все методы типа call apply bind она в свою очередь наследует опять же object поэтому у нее есть там то стринг и так далее это он property там то есть все что объекта противе и если мы просто создаем какую-то там простой тип там число там но примитив то он тоже наследуется от своих классов но в данном случае это число то есть функция number у него прототип и ну там чуть-чуть все сложнее с этими с примитивами но по сути она примерно также все работает и в свою очередь у него есть какие-то там свои методы плюс он наследует опять же методы объекта типа там to string value of там вот это вот все